В 78-м году матчи за женскую и мужскую шахматные короны. Женский матч не внушает особых опасений. На нем в Питсунде звание чемпионки мира переходит от Ноны Гаприндашвили к Майе Чебурданидзе. Гаприндашвили царствовало целых 16 лет, Чебурданидзе исполнилось всего 17. Ну что ж, у грузинских женских шахмат новые перспективы. Другое дело матч Карпов-Корчиной на филиппинском курорте Багио. Сражаются два мира, две системы. Анатолий Карпов – русский, молодой коммунист и член ЦК ВЛКСМ, чемпион. Виктор Карчиной – еврей, эмигрант-перебежчик, претендент. После 27 партий Карпов впереди 5-2, но из четырех следующих партий проигрывает 3. И счет сравнивается 5-5. Напряжение предельное. По правилам матч продолжается до шести побед. И отщепенец Карчиной может стать чемпионом уже после следующей игры. Но 32-ю партию, а с ней и весь матч, выигрывает Карпов. В советские выпуски новостей впервые начинаются сообщения о шахматах. Из Багио Карпов рапортует Брежневу. Брежнев отвечает поздравительной телеграммой. Затем он вручит Карпову орден. Ну, взял корону? Держи. Потому что за корону, знаешь, дерутся. А мы тебе желаем успеха. Никому не отливай. Спокойно тебе это самое. Вообще, народ уже стал все привыкать. Холодная война, которую мы прожили, была странноватым временем. Все политизировалось. Политизировался и спорт. И спорт в особенности. А ведь дело в том, что Советский Союз не мог хвалиться слишком многим. У нас были ракеты, у нас был балет и был спорт. В спорте мы одерживали явные победы, видимые победы. Когда начался матч между Карповым и Корчным, это бы воспринималось и представлялось чуть ли не как конфронтация между Востоком и Западом. Ведь Корчной был невозвращенец, отказник. За ним стояли спецслужбы. Так, во всяком случае, говорилось или подразумевалось. В результате очень лительного матча, который продолжался 93 дня, Карпов, член ЦК ВЛКСМ, но замечательный шахматист, победил. Это представлялось как победа советского образа жизни. А потом было много случаев, как тогда говорили, путания спорта с политикой. Но это был, пожалуй, самый карикатурный.